здравствуйте уважаемые слушатели если слышно меня хорошо нажмите пожалуйста на огонечек в чат писать ничего не нужно все реакцию вижу слышно не хорошо спасибо большое но давайте начнем наш сегодняшний вебинар тема которого задержка психического развития в контексте проблемы обучаемости она я вижу вы писали в чат из какой из какого города кем работаете а ну и те у кого есть дети в группах если это детский сад если эта школа в классах если у вас есть дети у которых поставлен диагноз задержка психического развития вы тоже можете отписаться чтобы я понимала имеете ли вы дело с такими детьми но давайте начнем а наш сегодняшний вебинар немножечко знакомства так прошу прощения немножко в pdf поплыла презентация но надеюсь дальше будет все нормально ну небольшое знакомство слайд этот я зачитывать не буду мы его просто пропустим а если говорить о тех вопросах о которых мы сегодня с вами поговорим содержательные вопросы нашего сегодняшнего вебинара а первым будет вопрос это виды задержки психического развития какие же виды у нас существует следующее это причина возникновения задержки психического развития почему важно знать причины потому что устраняя причину определенную мы можем быстрее и качественнее помочь нашему ребенку а следующие особенности детей с задержкой психического развития какие сферы чаще всего страдают у детей при задержке психического развития какие направления на что нам необходимо обращать внимание чтобы помочь ребенку а откорректировать его занятия и отличие задержки психического развития от умственной отсталости или от педагогической запущенности она вот краем глаза буквально я вижу что есть и педагоги сталкиваются у кого-то это 8 детей у кого-то 12 у кого-то это группы с задержкой психического развития но надеюсь сегодняшняя информация будет полезна и интересно для вас призываю к активности призываю задавать вопросы вы знаете что вверху есть вкладочка вопросы чтобы их не терять в чате потому что они сто процентов потеряются а отлистывать это не очень удобно все вопросы пожалуйста задавайте в папочку вопросы по возможности на них я отвечу если вдруг я не отвечу в онлайне то перейдем на личное общение и отвечу уже по почте если не будет такая необходимость и в конце а сейчас немножко не успела я догружу материал это будет памятка для родителей детей зпр и книга которую я бы рекомендовала к прочтению тем людям кто этим специалистам прошу прощения а кто непосредственно работает с детьми с задержкой психического развития если говорить о задержке психического развития это тот диагноз можно который можно и нужно преодолевать так как если недостаточно сформированы основные психические функции и задержка эмоционального развития они обратимы это не органическое поражение так как допустим умственная отсталость идиотея и так далее здесь у нас сама задержка она обратима при специальной работе при слаженной работе родителей при слаженной работе специалистов разных направлений здесь мы можем помочь ребенку восстановиться и прийти к нормативному развитию развитие ребенка может достичь нормального уровня если вовремя заметить трудности и как я уже сказала обеспечить правильную коррекционно развивающую поддержку ребенка и в первую очередь образовательная организация да которую посещает ребенок будь то детский сад или школа или же какой-то центр определенный допустим центр медико социально психологической помощи если такое если есть возможность у ребенка такое посещать то именно образовательная организация является основным помощником в преодолении этой трудности ну в первую очередь конечно нашими помощниками помощниками специалистов являются родители и работа с родителями тоже должна вестись довольно таки плотно если говорить о задержке психического развития это особый тип аномалии который проявляется в нарушении нормального темпа психического развития ребенка прошу обратить внимание что задержка психического развития ставится только а по показаниям медицинских организаций то есть не психолог не педагог не воспитатель не любой другой специалист не может официально поставить задержку психического развития могут предположить что у ребенка есть задержка психического развития могут включать задать занятия для того чтобы скорректировать этот момент но пока у ребенка официально не поставлен диагноз медицинской организации это может быть невролог это может быть психиатр в зависимости от того к кому обращать какому специалисту обращаются ни один специалист без медицинского направления да не может поставить задержку психического развития вы можете предположить но поставить официально может только специальная комиссия на это тоже обращаем внимание а давайте рассмотрим с вами виды задержки психического развития первое это а задержка психического развития конституционного происхождения гармонический физический и психический инфантилизм что у нас здесь если это гармонический инфантилизм то у нас ребенок отстает в физическом и психическом плане то есть у него а он и в росте допустим отстаёт, да, и в психических показателях. Если это физический инфантилизм, то у нас только страдают физические данные. Если психический, да, то у нас ребёнок выглядит внешне, как и все его сверстники, но на психическом уровне он отстаёт. Следующее это ЗПР самотогенного происхождения, ЗПР психогенного происхождения и ЗПР церебрально-органического происхождения. Давайте рассмотрим буквально коротко все эти моменты. Если говорить о ЗПР, прошу прощения, если говорить о ЗПР конституционного происхождения, так называемый гармонический инфантилизм, как я уже сказала, да, есть физический инфантилизм и психический инфантилизм, либо гармонический. Здесь у нас идёт отставание в развитии по одному из показателей. Следующий момент, это у нас ЗПР самотогенного происхождения. Если говорить об этом типе аномалии развития, оно может быть обусловлено какой-либо длительной соматической недостаточностью. Это могут быть какие-то хронические инфекции, это могут быть аллергические состояния, хроническая аллергия, врождённые или же приобретённые какие-то пороки. Особенно подвержены дети с пороками сердца. Они тоже попадают в эту категорию и могут иметь завершку психического развития. Казалось бы, сердце внутренний орган вроде бы никак не может влиять, но дети в первую очередь с пороками сердца могут иметь и большое количество таких детей имеют задержку психического развития. Следующая это задержка психического развития психогенного происхождения. Если говорить об этой задержке, то она обусловлена неблагоприятными условиями воспитания, которые препятствуют правильному формированию личности. То есть здесь по большей части мы работаем с условиями воспитания, с тем, как же социум, как общество относится к воспитанию ребенка. Следующий момент это задержка психического развития церебрально-органического происхождения. Она встречается чаще других и нередко обладает большей стойкостью и выраженностью нарушения. Нарушения происходят у этих детей в эмоционально-волевой сфере и в познавательной деятельности и занимают основное место в данной аномалии развития. То есть здесь у нас идет более глубокая задержка, она более стойкая, то есть более длительная по времени и соответственно работать с ней приходится больше и глубже. Следующий момент, давайте рассмотрим с вами ЗПР по классификации Демьянова. Первая группа задержки психического развития это ЗПР с церебро-остомическим синдромом проявляется в быстрой истощаемости произвольного внимания, утомляемости и неспособности к длительному психическому напряжению. Соответственно, когда мы работаем с детьми с церебро-остомическим синдромом, мы понимаем, что необходимо постоянно поддерживать уровень внимания этих детей, давать возможность перезагрузиться, чтобы снизить утомляемость и снизить длительное психическое напряжение. То есть в занятия этих детей мы включаем переключение деятельности, но опять же не совсем быстрое. Здесь нужно смотреть на момент прихода утомляемости и задание на снятие напряжения и задание на снятие утомляемости. Следующий психофизический инфантилизм, как я уже говорила, эта форма проявляется в трех вариантах. Это гармонический, дисгармонический и психофизический. Третий блок, третья группа это задержка психического развития с невропатоподобным, прошу прощения, синдромом. Здесь у нас отмечается задержка развития психических функций на фоне симптомов сходных с невропатией, то есть врожденной нервностью. Ранее психомоторное развитие происходит в пределах нормы. То есть сначала идет все хорошо, потом может произойти небольшая задержка. Это тоже имеет место быть. Следующий момент это ЗПР с психопатоподобными синдромами. Это ЗПР с синдромом гиперактивности. Что у нас здесь может происходить? Сейчас очень многие ставят диагноз гиперактивности, опять же оговорюсь, что во-первых СДВГ у нас могут поставить официально и плотно только после 12 лет. Раньше это ставилось после 6, сейчас гиперактивность официальной диагноз ставится только после 12 лет и то при наличии больших критериев и показателей. Зачастую у нас родители говорят о том, что у меня гиперактивный ребенок, но по моему опыту простите, зачастую это просто избалованные дети. Есть дети, у которых есть гиперактивность, но здесь тоже необходимо разграничивать гиперактивность или же невоспитанность и избалованность. Если говорить о детях с задержкой психического развития, с синдромом гиперактивности, то они будут отставать в нескольких сферах, при этом активность у них будет очень повышенная. С такими детьми работать непосредственно сложно, потому что удержать их внимание, сконцентрировать их внимание очень, опять же, сложно за счет их активности. Также есть ЗПР с синдромом гиперактивности, то есть здесь у нас наоборот, в отличие от гиперактивности ребенок, можно сказать, подавлен, у ребенка снижена активность, заставить его привлечь, даже не заставить, привлечь его в какой-то деятельности, начать работать с ним, это очень большая трудность. И последний, третий пункт, это ЗПР с аутистическим синдромом, то есть здесь у нас идет задержка психического развития на фоне РАД или на фоне РАЦ, то есть на фоне развития аутистических симптомов или на фоне развития аутистического диагноза, то есть на фоне развития аутизма. Следующий пункт, пятый, это задержка психического развития При детских церебральных параличах. Почему у нас здесь происходит задержка? Двигательная недостаточность обуславливает нарушение и тактильной, и кинестетической чувствительности, расстройства зрительно-пространственных функций. Мы с вами знаем, что если ДЦП у нас тяжелой степени, тяжелой формы, то мы понимаем то, что у ребенка будет, первое, это нарушена двигательная активность, нарушена тактильная активность, и за счет этого нарушены зрительно-пространственные функции. Естественно, если ребенок у нас не получает часть информации, он не может двигаться, он плохо оценивает ситуацию вокруг себя, на фоне этого мы с вами можем получить задержку психического развития. Следующий момент – это ЗПР при тяжелых дефектах зрения и слуха. Что у нас здесь? У нас здесь ЗПР связано с первичной недостаточностью отдельных систем зрения, слуха или же, как при ДЦП, опорно-двигательного аппарата. Опять же, у нас наши анализаторы не в полной мере получают ту или иную информацию, и на фоне этого у нас формируется задержка психического развития. Устранив или компенсировав некоторые моменты восприятия информации, мы с вами понимаем, что мы можем привести ребенка к нормативному развитию. Следующий момент – это ЗПР при тяжелых соматических заболеваниях. Этот тип аномалии развития обусловлен длительной соматической недостаточностью, хроническими инфекциями и аллергическими состояниями. Врожденными и приобретенными пороками развития соматической сферы и в первую очередь, опять же, наши пороки сердца могут дать задержку психического развития. Здесь что у нас происходит? Организм начинает бороться с инфекцией, будь то инфекция, будь то аллергия. То есть организм у нас начинает бороться с болезнью, и на умственное, на психическое развитие у него, возможно, просто не остается сил. За счет этого у нас происходит задержка психического развития. И еще один пункт, еще одна категория – это задержка психического развития при тяжелой семейно-бытовой запущенности. Причиной служит эмоциональная или сенсорная депривация, когда ребенок не получает достаточно эмоций, когда ребенок не получает достаточно ласки. И эта депривация наблюдается при семейно-бытовой запущенности. А также отсутствие контроля за выполнением обязанностей может привести к слабости, опять же, болевых усилий, к неумению планировать свою деятельность для того, чтобы достичь своих целей. Вот ЗПР при тяжелой семейно-бытовой запущенности здесь, как никогда, в большей степени мы работаем с семьей. Даже не столько с ребенком, сколько мы работаем с большим, большое количество времени отводим на работу с семьей. И какие же, прошу прощения, какие же направления, какие же блоки мы с вами рассматриваем и на что обращаем внимание, когда предполагаем задержку психического развития. Что же страдает у детей, у которых стоит задержка психического развития? Ну, в первую очередь, это высшие психические функции, которые тянут за собой речь. Также у детей страдает восприятие, также у детей страдает внимание, у них страдает память, страдает эмоционально-волевая сфера и страдает мышление. Все эти семь блоков, они страдают в той или иной степени. Но мы все с вами понимаем, да, если у нас страдает восприятие, грубо говоря, у нас страдают все другие блоки. И точно так же у нас один блок тянет за собой нарушение работы другого блока. Если говорить о эмоционально-волевой сфере, что же происходит с ребенком и какие преобразования, какие моменты нам необходимо с вами рассматривать, на что необходимо обращать внимание. Постоянные резкие перепады настроения, да, такие эмоциональные качели у детей с задержкой психического развития, они очень легко внушаемы, они очень доверчивы, быстро попадают под влияние других. Зачастую не сами дети, да, как говорят, попали из плохой компании, а за счет того, что у них повышенная внушаемость и повышенное восприятие других окружающих, эти дети очень часто попадают действительно в плохую компанию. Частые проявления агрессии, вспышки гнева, дети зачастую не могут контролировать свое эмоциональное состояние. Это им дается очень сложно, и за счет этого они агрессируют, у них проявляются вспышки гнева. Это может происходить точно так же на уровне того, что у этих детей повышенная тревожность, они испытывают страх, они много чего боятся, а также у них отмечается низкая самооценка и неуверенность в себе. На фоне этого, как средство защиты, дети могут испытывать, использовать агрессию, и дети могут проявлять вспышки гнева. Вижу, что пишет пропало изображение, попробуйте перезагрузить, пожалуйста, потому что у меня ничего больше никто не пишет. Следующий момент – это нежелание что-либо делать, желание заставить что-либо сделать этих детей, привлечь к какой-либо деятельности. Мы с вами понимаем, что этим детям очень сложно что-либо сделать, и они не способны к самостоятельным действиям. Как я уже говорила, у них нарушен момент планирования, они не умеют планировать, они не умеют составлять свое расписание. И опять же, мы как педагоги, мы должны научить их это сделать, или научить родителей это сделать. Также, как я уже говорила, гиперактивность, они могут быть активны, и за счет того, что мало что может привлечь их внимание, мало что может включить их в работу. Работу. Нередко совершают поступки, находясь в сильном возбуждении или в состоянии аффекта. Опять же, эти поступки могут быть как деликвентными, так и девиантными. На это тоже мы обращаем свое внимание. И вот эти поступки в сильном возбуждении, опять же, относятся к нашим вспышкам гнева. Они могут проявлять вспышки гнева в состоянии аффекта. Следующий момент, это особенности учебной деятельности. Нам, как педагогам, важно с вами понимать, как дети воспринимают ту или иную учебную ситуацию, и каким образом нам необходимо с вами подойти к ним, чтобы мы с вами смогли работать с ними. При обучении детей с ЭПР необходимо учитывать следующие моменты. Они умеют находить решение, соответственно, с возрастной нормой. То есть мы с вами здесь понимаем, что им, возможно, нужен другой вариант объяснения материала. Им, возможно, необходимо немного больше времени. Но они умеют находить решение, и они умеют делать то же самое, что и дети с их возрастной нормой. Они охотно принимают помощь. Причем они принимают помощь охотно не только педагога, да, не только взрослого. Они охотно принимают помощь и сверстников. А следующий момент, что урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических материалов, каких-то дополнительных упражнений и физкульт-минуток. То есть ребенок, ну, даже ребенок с нормативным развитием, не ребенок с задержкой психического развития. Мы с вами понимаем, что чем больше каналов информации будет у нас воспринимать тот или иной материал, тем лучше информация закрепится у него. То есть тем лучше он ее воспримет, тем лучше он ее запомнит. И дополнительные упражнения и физкульт-минутки. Зачем они нужны? Но, опять же, нужны не часто. А по мере того, как устают дети, они, во-первых, снизить напряжение и переключить наше внимание. Опять же, дети с задержкой психического развития лучше понимают сказанное благодаря картинкам и наглядным пособиям. При этом многократное повторение никто не отменял. И дети с задержкой психического развития могут уловить сюжет, понять и решить задачи, и что-то запомнить. То есть не нужно ставить, так сказать, крест на детях с задержкой психического развития. Мы можем дотянуть их до уровня нормативно развивающихся детей. Какие же моменты, на что необходимо обратить внимание, это ограничение задержки психического развития от умственной отсталости и других нарушений. Что же у нас особенного в задержке психического развития и чем оно отличается от умственной отсталости? Опять же, обращу внимание, что умственная отсталость – это необратимое органическое поражение. В задержке психического развития нет органических поражений, и в задержке психического развития мы все с вами понимаем, что это обратимое нарушение, которое можно и нужно преодолевать. Для нарушения познавательной деятельности при задержке психического развития характерна парциальность, мозаичность в развитии всех компонентов психической деятельности ребенка. При умственной отсталости отмечается тотальная иерархичность нарушения психической деятельности ребенка. Что у нас здесь? При задержке у нас парциально кусками происходит нарушение. При умственной отсталости у нас тотальное нарушение. Ряд авторов используют для характеристики умственной отсталости такое определение, как диффузное развитое повреждение коры головного мозга. То есть здесь у нас идет полностью нарушение. Следующий момент, что в сравнении с умственными отсталыми детьми у детей с задержкой психического развития гораздо выше потенциальные возможности развития их познавательной деятельности. Если мы с вами говорим об особенностях высших форм мышления, то это у нас сравнение, анализ, синтез, отвлечение, не абстрагирование. Здесь у детей с задержкой психического развития потенциал намного выше, чем у детей с умственной отсталостью. Однако необходимо помнить, что не все так хорошо у детей с задержкой психического развития. Было бы хорошо, мы бы с ними тогда не работали. А необходимо помнить, что некоторые дети с задержкой психического развития, как и умственные отсталые сверстники, затрудняются в восстановлении причинно-следственных связей и имеют несовершенную функцию обобщения. То есть дети с задержкой психического развития часто не могут понять, допустим, когда мы маленьким детям даем, что зачем, когда у нас на картинке нарисован зеленый листик, потом цветочек, потом ягода, зачастую дети не могут установить причинно-следственные связи. То есть выложить тот или иной порядок действий. И зачастую не могут пройти тест четвертый лишний, где у нас есть обобщение на группы и исключение одного из предметов. На это тоже мы с вами обращаем внимание. То есть у детей с задержкой психического развития, с причинно-следственными связями и с обобщением тоже не все так хорошо. Следующий момент, что для развития всех форм мыслительной деятельности детей с ЭПР характерна скачкообразность ее динамики. В то время, как у умственно отсталых детей данный феномен экспериментально не выявлен. То есть здесь у нас мыслительная деятельность, она идет как бы скачками и динамика ее все равно есть. То есть он может быть очень долго на одном уровне, потом скачкообразно у него произойдет такое улучшение. И у детей с умственной отсталостью такого нет. В отличие от умственной отсталости, при которой страдают собственно мыслительные функции, это обобщение, сравнение, анализ и синтез, при задержке психического развития страдают предпосылки интеллектуальной деятельности. Что у нас здесь? У нас страдают только предпосылки, а не сами мыслительные функции. К ним относятся такие психические процессы внимания, как восприятие, сфера образов представлений, зрительно-двигательная координация, фонематический слух и другие моменты, которые тоже могут страдать. Опять же, как предпосылки. Следующий момент, что при обследовании детей с задержкой психического развития в комфортных для них условиях, если они себя чувствуют хорошо, не только в физическом плане, но и в психологическом плане, в процессе целенаправленного воспитания и обучения дети способны к плодотворному сотрудничеству со взрослым, но при этом они хорошо принимают помощь не только взрослого, но и помощь более продвинутого сверстника, более активного сверстника, готового объяснить, готового помочь. Эта поддержка более эффективна, если она оказывается в форме, опять же, игровых заданий и ориентирована на непроизвольные интересы ребенка к осуществляемым видам деятельности. Если мы, опять же, сможем заинтересовать ребенка с задержкой психического развития, включить его в свою деятельность, то, причем, если еще эта деятельность будет в игровой форме, то, соответственно, процесс обучения не составит труда ни нам, ни ребенку. Следующий момент, я уже его немножко затронула в предыдущем пункте, это игровое предъявление заданий повышает продуктивность деятельности детей с задержкой психического развития. В то время, как у умственно отсталых дошкольников, да, чаще всего, оно может служить поводом для непроизвольного соскальзывания ребенка с выполнения задания. Особенно часто это происходит, если предлагаемое задание находится на пределе возможностей умственно отсталого ребенка. То есть, если умственно отсталый ребенок у нас понимает, что он уже на пределе своих возможностей, что скоро возможности у него закончатся и он не сможет дальше выполнять свою деятельность, то он просто соскальзывает с этого задания в обычную игру и уже задание как таковое не выполняет. Поэтому при подготовке заданий мы с вами должны понимать, что задания должны быть посильными. У детей с задержкой психического развития имеется интерес к предметно-манипулятивной и игровой деятельности. Игровая деятельность детей с задержкой психического развития, в отличие от таковой, у умственно отсталых дошкольников носит более эмоциональный характер, то есть эмоции они проявляют лучше. Мотивы определяются целями деятельности, то есть они могут поставить перед собой цель, правильно выбирают способы достижения целей, то есть то, как получить желаемый результат. Но содержание игры не развернуто, то есть оно скомканно, оно скучно и скупо. В игре отсутствует собственный замысел, в игре отсутствует воображение. Я уже говорила о том, что у детей с задержкой психического развития страдает воображение. Дети не могут и не умеют представить ситуацию в умственном плане. То есть у них игра здесь может идти, именно сами блоки игры из серии «Как пойдет». Следующий момент, это восьмой пункт, то есть для детей с задержкой психического развития характерна большая яркость эмоций, а не эмоциональней. И эта яркость эмоций позволяет им более длительное время сосредотачиваться на выполнении заданий, которые вызывают у них непосредственный интерес. При этом, чем больше ребенок заинтересован в выполнении задания, тем выше результат его деятельности. Но могу сказать честно, это касается не только детей с задержкой психического развития, но и это касается всех детей. Чем больше ребенок заинтересован в выполнении задания, тем выше результат его деятельности, чем больше он включен в эту деятельность. Подобный феномен не отмечается у умственно отсталых детей. То есть здесь они не дают таких результатов. Эмоциональная сфера умственно отсталых детей не развита, а чрезмерное игровое предъявление заданий, в том числе в ходе диагностического обследования, как уже упоминалось, часто отвлекает ребенка от решения самого задания и затрудняет достижение цели. Той, которую ставит перед собой в первую очередь педагог. Здесь в первую очередь мы говорим о ЗПР за школьником, потому что к школьному возрасту это уже все может измениться. Если говорить о большинстве детей с задержкой психического развития дошкольного возраста, в различной степени владеют изобразительной деятельностью. Умственно отсталых же дошкольников без специального обучения изобразительная деятельность не возникает. Такой ребенок останавливается на уровне предпосылок предметных изображений, то есть на уровне черканье. Мы все с вами знаем, что дети у нас любят рисовать, начинают они естественно с черканье, но если это дети с нормативным развитием или с задержкой психического развития, они без специального обучения могут заниматься и могут владеть изобразительной деятельностью, в отличие от детей с умственной отсталостью. В лучшем случае у отдельных детей отмечаются графические штампы, это схематические изображения домиков, головоногие изображения человека, где у нас голова и тут же идет ноги. Они не отличают, не выделяют никакие другие части тела. Допустим, они могут воспроизводить какие-то буквы, цифры, но они будут хаотично разбросаны в плоскости листа бумаги. Следующий, десятый пункт, это в соматическом облике детей с задержкой психического развития в основном отсутствует диспластичность, в то время как умственно отсталых дошкольников она наблюдается достаточно часто. Следующий, одиннадцатый пункт, это патологическая наследственная отягощенность, более типична для анамнеза умственно отсталых детей и практически не отмечается у детей с задержкой психического развития. Что у нас здесь? Мы все с вами понимаем, что умственная отсталость, ее предпосылки, они передаются по наследству, то есть они могут быть генетически заложенными и они могут передаться. С задержкой психического развития такого момента не наблюдается, такого феномена не наблюдается. Сухарева, исследуя феномен задержки психического развития, выделяет шесть состояний, которые следует отграничить от понятия олигофронии. Здесь у нас интеллектуальные нарушения, наблюдающиеся у детей с замедленным или задержанным темпом развития в связи с неблагоприятными условиями воспитания. То есть здесь у нас не нарушения, а здесь у нас неблагоприятные условия воспитания. Следующий момент, это интеллектуальное расстройство при длительных астенических состояниях, обусловленными соматическими заболеваниями. Как я уже говорила, заболевания дают эффект того, что у нас ребенок начинает плохо воспринимать информацию. То есть организм на этот момент старается бороться с заболеванием. Следующее, это нарушение интеллектуальной деятельности при различных формах инфантилизма. Четвертое, это вторичная интеллектуальная недостаточность в связи с поражением слуха, зрения, дефекта речи, чтения и письма. А здесь у нас идет тот момент, что один из анализаторов, один или несколько, получает недостаточное количество информации, а при этом компенсаторные функции другие анализаторы не выполняют в свои компенсаторные функции. То есть они не компенсируют недостаточность того или иного анализатора. Интеллектуальное нарушение, наблюдаемое у детей в отдаленном периоде инфекции, травм центральной нервной системы. Здесь у нас тоже по большей части идет нарушение ЦНС и организму некогда думать о других моментах. И интеллектуальное нарушение примерно психических заболеваний. То есть здесь у нас задержка психического развития накладывается уже на какое-то заболевание и идет уже задержка психического развития, как можно сказать, фоном в тот момент, когда идет нарушение. Следующий момент это отличие задержки психического развития от педагогической запущенности. Как правило, поводом к тому, чтобы ставить под сомнение полноценность интеллекта ребенка школьного возраста, служит его неуспеваемость. Мы с вами, если видим, что ребенок отстает по каким-либо предметам, то мы можем с вами предположить задержку психического развития. Но при этом отражение неуспеваемости с умственной отсталостью или ЗПР является грубой и опасной теоретической и практической ошибкой. Здесь мы должны с вами отследить тот момент, действительно ли у ребенка задержка психического развития или действительно ли у ребенка умственная отсталость, или же это просто не досмотр, или это же просто педагогическая запущенность. Если говорить о педагогической запущенности, то это устойчивое отклонение в сознании и поведении детей, обусловленное отрицательным влиянием среды и недостатками воспитания. То есть здесь у нас только окружающий момент, да, это так называемые наши трудные дети. И частичной причиной неуспеваемости ребенка могут являться неблагоприятные условия жизни. Это чаще всего отсутствие контроля и помощи в учебе, если она необходима со стороны родителей. Родители сейчас очень много работают, да, и при этом перестают контролировать учебу своих детей. Следующий момент – несоблюдение режима дня, потому что, допустим, невыспавшийся ребенок, там ребенок спящий в это время, а тут его разбудили и пытаются впихнуть в него информацию, здесь несоблюдение режима тоже может дать свои плоды, потому что в этот момент ребенок просто будет не способен воспринимать информацию. И какая-либо конфликтная ситуация в семье, здесь ребенок будет думать о том, как, ну, конечно, решить он ее не сможет, но он все равно будет думать о том, как ее решить, допустим, как помочь родителям выйти из той или иной конфликтной ситуации. Особенно тяжелые последствия наблюдаются в тех случаях, когда социально-педагогическое неплакополучие имеет место в ранние месяцы и годы жизни ребенка. Почему? У нас здесь отсутствует как бы фундамент, фундамент того, на что мы накладываем следующее знание. Если у нас у дома нет фундамента, а фундаментом будет служить это благополучие в ранние месяцы, если у нас в ранние месяцы ребенок имел социально-педагогическое неблагополучие, то накладывать его остальные, как бы, знания, моменты он не сможет. И это будет для него, опять же, большим минусом. Следующий момент, о чем мы поговорим, это советы родителям, которые необходимо донести до них для того, чтобы деятельность и наша с вами не была, во-первых, впустую, и, во-вторых, как я уже сказала, что у нас родители это одни из, как бы, основных наших помощников для того, чтобы привести ребенка к нормативному развитию. Но необходимо донести до родителей, что же такое за диагноз задержка психического развития. Мы говорим о том, что это пограничная форма интеллектуальной недостаточности, что это личная незрелость, что это отставание в развитии от принятых для определенного возраста норм. Мы говорим о том, что при задержке психического развития страдают отдельные когнитивные функции. Это может быть мышление, память, внимание и эмоциональная сфера. А также задержка психического развития проявляется вне соответствия интеллектуальных возможностей ребенка и его возрасту. Допустим, эти дети не готовы к началу школьного обучения по своим знаниям и навыкам, и также они незрелы по личной незрелости и по поведению. А какие же важные факты мы с вами должны донести до родителей? То есть диагноз ЗПР – это смешанное специфическое расстройство психологического развития или легкое когнитивное расстройство. Как я уже говорила, ставится врачом-психоневрологом или психиатром. Диагноз ЗПР означает, что ребенок развивается так же, как и все остальные дети, но только медленнее. Также ЗПР подается коррекцию и исправлению практически полностью. Если вовремя начать заниматься с таким ребенком, он может достичь очень быстро развития обычного ребенка его возраста. Какие же существуют золотые правила успешной коррекции? Чем раньше начата коррекционная работа, тем лучше будет результат. То есть здесь до родителей мы должны донести, что это необходимо принять этот момент и понять его. Следующее – необходимо видеть не только слабые стороны, но и сильные, сохранные стороны. Такие стороны есть всегда. И опираться на эти сильные стороны. Следующий момент – это то, что подходить к решению проблемы нужно комплексно. То есть привлекать к обучению, привлекать к лечению разных специалистов, привлекать психолога, невролога, дефектолога, логопеда и всех других. То есть чем больше мы с вами подключим специалистов, тем лучше и эффективнее будет наша помощь. Если говорить об особенностях обучения детей с задержкой психического развития, то для детей СПР разрабатывается адаптированная программа обучения, которая должна учитывать особенности развития ребенка. Его особые образовательные потребности в соответствии с федеральными и государственными образовательными стандартами разработаны два варианта программы. Если говорить о программе обучения детей с ЗПР, то есть на основании этих вариантов программы составляется адаптированная программа обучения. Существует два варианта 7.1 и 7.2. Если мы с вами говорим о варианте 7.1, это более легкая задержка психического развития. Она предполагает 4 года обучения в начальной школе. Ребенок здесь у нас обучается инклюзивно в общем классе массовой школы. Если мы с вами говорим о варианте 7.2, более выраженная задержка психического развития, данный вариант предполагает обучение в начальной школе 5 лет, первый класс, первый дополнительный, второй, третий и четвертый классы. Наличие дополнительного класса обучения позволяет ребенку успешно освоить программу первого класса, то есть формировать навык чтения, письма, счета, операции. За год происходит дозревание основных психических функций, дозревание памяти, внимание, вышление воображения и так далее. А так как у ребенка с задержкой психического развития имеется ряд особенностей развития в процессе обучения, то его должны сопровождать помимо учителя другие специалисты. То есть у нас сопровождение должно быть комплексным. Это может быть логопед, это может быть психолог или и логопед, и психолог. Занятия этими специалистами проводятся 1-2 раза в неделю. По варианту 7-2 ребенок может проходить обучение как в массовой школе, так и инклюзивно. То есть ребенок включается в состав класса, но обучается по адаптированной программе для детей ЗПР. Так и в специализированных коррекционных классах у детей с задержкой психического развития. В этих классах обучение происходит также по учебникам общеобразовательной массовой школы, но по специальным программам. Необходимо донести до родителей, что у детей с ЗПР не нужно надеяться, что само пройдет, подтянется. А необходимо действовать сообща со специалистами. Необходимо вкладывать в ребенка и необходимо работать с этим направлением. И чем больше, чем раньше мы начнем работать с этим направлением, тем эффективнее и тем лучше будет наша с вами работа. Но по таким основным моментам у меня все. Сейчас я посмотрю вопросы. И по папочке файлы я вот сейчас буквально подгрузила две стороны буклета. Это один буклет, но с двух сторон. Это памятка, как вести себя с... Ой, простите, пожалуйста. Но эту памятку тоже оставлю. Это как вести себя с гиперактивным ребенком. И подгружу сейчас еще памятку, как по задержке психического развития. Советы родителям вы их тоже можете скачать. Но уже гиперактивных детей я уже тоже оставлю. Пускай оно будет у вас как дополнительный материал. Пока у нас есть время, пожалуйста, задавайте вопросы. Я сейчас загружу материал и тогда отвечу на ваши вопросы. Это что же такое? Сейчас, минуту. Я подгружу и открою скачивание сейчас. Так, здесь есть скачивание. Вот, я разрешила скачивание. И сейчас еще добавлю книгу. Книга, естественно, не моя, но очень полезная и интересная. Она есть в свободном доступе. Но, чтобы вам было проще, я ее скачала. И поэтому вы можете тоже ее просто посмотреть автора и скачать просто с интернета. Сейчас я смотрю ваши вопросы, пока догружается книга. Писать без ошибок. Читаю вопрос Ольги. Смотрите, вы говорите, что у вас малокомплектная школа. Нет дефектолога, нет психолога. Да, к сожалению, это большая проблема зачастую сельских, малокомплектных школ. Смотрите, здесь вы только дополнительными заданиями можете развивать. Допустим, использование мнемотехник. При письме под диктовку пропускают буквы, не дописывать слова. Это уже идет прерогатива логопеда. И если есть возможность именно, может быть, где-то доучиться, где-то дополучить информацию, как логопедическую, именно тогда мы с вами сможем исправить письмо под диктовку, недописывание букв и замены другими буквами. Именно что касается недописывания, пропуска, замены, это все логопедическое направление. В плане стихов, может быть, как помощь будут мнемотаблицы. По мнемотехнике даже вот на портале, приглашаю посмотреть, на портале Деритак Академии есть мой вебинар по мнемотехнике. Может быть, какие-то упражнения с мнемотехникой позволят ребенку лучше запоминать. А что касаемо слов, букв, это логопедическое направление. Здесь нужно смотреть с момента логопедического направления. Так, как составить индивидуальный образовательный маршрут для детей ЗПР психогенного происхождения? Что именно, вот, Сусанна, как составить? Вам нужен какой-то шаблон или что? Вот я не понимаю вопроса. Вы смотрите те моменты, которые западают у ребенка и уже составляете программу с учетом того, чтобы корректировать эти моменты, которые западают. Так, про свидетельства вам ответит Павел Юрьевич. Светлана, здравствуйте. Очень хочется узнать уже шифровку «сохранный интеллект». Что именно? Это интеллект, когда у ребенка с умственной отсталостью у него идет нарушение интеллекта. Здесь у нас и IQ ниже, и ребенок не может выполнять определенные задания. Когда он сохранен, то эти задания ребенок у нас выполняет. Следующий момент – это Наталья. Школа не хочет, может быть, не готова работать с детьми 7.1-7.2. Смотрите, согласно нашим федеральным государственным образовательным стандартам нет такого момента, что школа не хочет или не может. Школа обязана работать по программам 7.1 и 7.2. То есть образовательное учреждение у нас обязано предоставить ребенку услугу образовательную. Ну, вы сейчас отошли от этого момента, да, сейчас внесли изменения, это не услуга, но образовательное учреждение обязано работать по этим программам. Если родители не хотят идти к психиатру или сходили, но не хотят ставить диагноз, узкие специалисты не могут работать как ЗПР и должны работать по общей программе. Смотрите, если здесь родители не готовы, родители не хотят, чтобы их ребенок работал по какой-то особенной программе, то в перерез родителям, вопреки родителям, мы не можем пойти. Значит, мы должны работать по общей программе. Если родители против. То есть, по мнению родителей, мы не можем идти в разрез с родителями. Подскажите, с какого возраста можно ставить диагноз задержка психического развития? Задержка психического развития может ставиться с раннего дошкольного возраста. Посоветуйте, пожалуйста, как работать с детьми с УВЗ и как на них составляется индивидуальный маршрут. Ну вот, Ольга, я опять не совсем понимаю вопроса, как на них составляется. Что именно вас интересует? То какой-то шаблон или исходя из чего? Это там есть определенные пункты. По-моему, тоже на портале Директ Академии есть составление индивидуального образовательного маршрута. Поищите, должно быть, по-моему, мы давали такой вебинар. Именно по индивидуальному образовательному маршруту. Если вы конкретно пропишите, что вам необходимо, я смогу более точно помочь. Здравствуйте, вопрос Светланы. Я правильно понимаю, что ЗПР с аутистическими чертами, первичным дефектом являются аутистические черты? Так, как у нас врачи дают шанс ребенку, не ставя РДА? Смотрите, раз при аутизме у нас, если это легкая степень, дети могут обучаться по той или иной программе. И, здравствуйте, с какого возраста лучше начинать занятия, чтобы не запустить процесс? Тем раньше, тем лучше. Как только вы заметили, что у ребенка западают какие-либо моменты, то необходимо начинать работу, опять же, всех специалистов. Ну, файлы я вам отгрузила. Я надеюсь, что информация, которую я дала сегодня, была интересна и полезна. Ну, на сегодня у меня все. Я передаю слово Павлу Юрьевичу. Очень приятно было с вами работать. На сегодня все. Всего доброго. До свидания.